Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова я, Валдай, и мы продолжаем проходить замечательную игру под названием The Walking Dead. И остановились мы на том моменте, что на путь к нашему поезду пригодила большая свисающая цистерна, которая свисает с этой дороги, с того ядука. Ну и, собственно, теперь нужно двигаться, скорее всего, на вокзал в ту сторону, к тем людям, но давайте сначала осмотримся, потому что я тут немного все уже подзабыл. Не рад, что кто-то сумел сохранить надежду. Да, и вправду, на самом деле, это очень здорово, я считаю. Так, что у нас с этой стороны, интересно, будет что-нибудь? Или нет? Нет, тут, в принципе, ничего нету. Ну что ж, тогда давайте двигаться в ту сторону, посмотрим, что там на вокзале нас ждет. И, в принципе, реальная игра меня сделала небольшим таким параноиком, поэтому я теперь никому не доверяю, потому что только начинаешь к людям привязываться, еще больше дерьмо на подходе. А как, собственно, все складывается очень нехорошо потом. Так, а что у нас тут? Тут просто пройти можно? Так, а вот смотрите, как раз, кстати, с Кремендино давайте поболтаем. Вроде выглядит довольно счастливый. Ты допрашиваешь эту женщину для нас? Ага. И как? Пока она нормальная? Пока что нет. Она делает это очень тщательно. Приятно ее слышать. Пока что говорит нет. Хорошо. Привет. А эта рация у нее в руках могла бы пригодиться, как считаешь. Она сломанная. Но она кое-что для нее значит. А, понятно. Так. Вы откуда? Из Сан-Франциско. Боже, это очень далеко от дома. Во всем надо тот парень. Он хотел отправиться в Великую Американскую поездку. Он получил немного больше, чем ожидал, да? Какого к черту сейчас может не тесать строй гражданской войны, раньше только белых стариков? Замечательно. Вы оба будете не разлей вода. Так, вы узнали, что Амита тоже не тесна гражданская война. Замечательно. Так. Осторожно с ней, она теперь умеет стрелять. Ты давал девочке стрелять из оружия? Слушай, не надо считать мне лекцией. Я не собираюсь. Это хорошо. Так она может о себе позаботиться. Даже не знаю, как мы спустим эту цистерну. Простите, Амида. Он любит все ломать. О чем вы спорили, когда я подходил к лестнице? Ни о чем. Если вы будете с нами какое-то время, то было бы неплохо знать о вас, что у вас есть. Тогда, наверное, мы не будем с вами какое-то время. Хм. Интересно. Ну что ж, руки ей, ладно. Дело в принципе их. Может мне проверить этот железнодорожный вокзал? Да, мне кажется, это хорошая идея. Давай все-таки проверим. Можем пойду с тобой? Тебе не нравится новенькое? Нравится, но... Ведь мы же команда. Как ты сказал. Ага. Отлично. Пойдем. Мы с Крементиной проявим этот железнодорожный вокзал, ладно? Свистни, если что-нибудь услышишь. Сурвайверс, инсайд, выжившие внутри. Интересно. У нас с вами даже не знаешь, кого больше боятся людей. Или выживших. Потому что... Ой, точнее, выживших людей или ходящих мертвецов. Потому что, блин, и те и другие пристраивают очень большую опасность. Порою. Но если с мертвецами хотя бы как-то можно справиться. Потому что они, собственно, без мозга просто хотят того полакомиться, того, блин, живые иногда. Очень коварные оказываются. Кто-то занимался рисованием. Ну, собственно, да, это видно. Кто-то очень много рисовал. Так, ну давайте для начала глядимся, наверное, снаружи. Потом уже пойдем, собственно, внутрь. Посмотрим, что мы здесь имеем. Не входить. Нарушители будут наказаны. Хм, интересно. И двери заколочены. Ты дождает меня, прежде чем открывать двери. Извини. К счастью, она заперта. Но вместе я придумаю, как ее открыть. Все-таки хороший ребенок, Клементина, на самом деле, очень такая послушная и спокойная. Это, на самом деле, довольно, мне кажется, хорошее, приятное качество, сохраняя спокойствие в таких ситуациях. Потому что, блин, посмотрите на честь, что ей пришлось пройти. Бедной маленькой девочке, которая, по сути, должна была только в первый класс полностью отправиться, если не ошибаюсь. Ну, либо второй. То есть совсем-совсем еще ребенок. И, тем не менее, такое прижить и сохранить спокойствие и обладание духа этого не каждому дано. Так, что у нас здесь такое? Автодопчасти. Makeup Imports. Ну, короче, понятно, просто какие-то вывески. Собственно, ничто нам практически не говорящие. Ну, хотя, с другой стороны, автодопчасти и какие-то детали, не знаю, может быть, нам что-то пригодится. Может быть, с помощью их мы сможем срезать цистерну и отправиться в дачу в свое путешествие. Ну что ж, по-моему, больше снаружи ничего нету, поэтому давайте теперь попробуем выломать дверь. Думаю, мы справимся. Хотя, для начала, честно говоря, я просто постучал бы, на самом деле. Вдруг поможет. Ничего не вижу. Ну да, еще бы там все заколочено. Мы должны найти способ попасть внутрь. Ну, естественно. Да, не поддается. Так, ну тут уже интереснее. Окей, что у нас такое здесь? Погрузчик. Похоже, эта штука не работает уже давно. Да, похоже на то. Так, интересно, и чем же нам теперь дверь выбить? Что же нам такое найти? Способ попасть внутрь. Сос. Так. Ну-ка, если здесь, допустим, окно. Сверху приоткрыто окно. Может, и смогу? Ну, может, и сможешь, но, блин. Не знаю, насколько хороший это план. Один нас, конечно, прокатило. Помните, когда мы убирали с холодильника? Но, тем не менее, блин. Перекидывает маленькую девочку в окно универсного дома. Кто-то внутри, может быть, хрен его знать. Может, там уже все погибли, и там ходящие сидят, только и поджидают. Давай я посмотрю тебя на плечи, а ты заглянешь в окно наверху. Хорошая идея. Ну что ж, попробуем. Так, я вижу что внутри. Что мне делать? Что ты видишь? Куча ящиков и все такое. Может, сможем найти ключи, или скрыть дверной замок. Мы с Кенни можем открыть замок, это должно сработать. Ведь у нас... Думаю, я открыл ее. Правда? Думаю, да. Какая она молодец. Офигеть. Будь я проклят. Так, ну что ж, Клементина. Ты умница. Ну, пойдем. Будь осторожен. Ты же должен тебе такое говорить. Доставка и получение. Да, выглядит, конечно, все зловечно и мрачно. Черт, здесь темно. Может, не подержать дверь? Мне это не нравится. Может, смогу перед дверь чем-нибудь? Так, хорошо. Смотрите, время идет. Ну, допустим, так. Уже хотя бы что-то. Ну, как ты? Нормально. Что нам нужно? Что-то, чем мы можем сделать эту цистерну. Так, ну давайте рассмотримся. Мне нужно быть осторожным. Крайне осторожным. Наверху есть немного пространства. Нам повезло, что такая маленькая. Ага, повезло. Она крепко заперта. Но наверху есть свободное пространство. Так, хорошо. То есть нам будет не открыть. Она хорошо заперта. Понятно. Печально. Опять Клементину перекидывать нужно будет. А что у нас там? Давайте поглядим. Ничего полезного нет. Окей. Именно то, что нам нужно. Так, штука внутри. Ага. Нам нужно пропасть туда взять паельную лампу. Да, паельная лампа штука хорошая, в принципе. Она, главное, нам пригодится. Так, больше тут ничего интересного нету? Все получается, да. Ну что ж, Клементина, по ходу дела. Твой выход опять. Сможешь рейснуть решетку? Да, конечно. Иди возьми ключи, Клем. Ну же, иди. Сзади. Ох, твоя дивизия. Черт. Ох ты, черт. Ой, вот это очень плохо. Вот это крайне плохо. Ах ты, черт. Черт, 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 черт. Ааа, блин, не успел. Охренеть. Вот это жесть. Немного растерялся я, блин. Ладно, сейчас еще раз. Фух, жесть. Офигеть. Ну иди, возьми ключи, Клем. Как обычно собака лает. Ну уже, иди. Сзади. Блин, двое ходячих. Это, конечно, очень все плохо. Вообще, печаль таскает. То, что пистолет он уронил. Это жесть. Так, давай, давай, да. Пошли, 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 пошли. Бегом, 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 бегом. Нужен, нужен, нужен. Отлично. Получай. Получай. Получай, сволочь. Нет, 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 нет. Нет, давай, 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 давай. Ну же. На. Ох, офигеть. Фух. Жестко. Очень жестко. Все хорошо, все хорошо, все нормально. О нет. Клементина. Вот черт. Ключи живо. Ну, скорее, скорее, скорее. Давай, твою мать, давай, давай. Да черт тебя, бери, не ту кнопку. Открывай. Фух, успел. Жесть. Твою ж мать. Все прошло не очень-то хорошо. Да уж. Все прошло очень даже плохо. Ну и в порядке? Все в порядке. Что происходит? Мне показалось, что слышала выстрелы. Мы в порядке. Мы наткнулись на ходячих. Ты с мастеретней девочке уважил трех ходячих, да? Мы справились. Да, похоже на то. А что, если бы нет? Я пойду, смотри, доставил ли этот шум на нам проблем. Хорошая идея. Да, на шум же могут прийти остальные и теперь еще, блин. Да иди ты уже, а. Надеюсь, ты знаешь, что с ней делаешь. Мы все еще живы, не так ли? Да, ты знаешь. Да, ты знаешь. Доели на самом деле эти подозрения постоянные, блин. Честно говоря, уже. Откуда же они выползли-то? Офигеть, конечно. Блин, вроде зашли, никого не было. Все в порядке, было все спокойно. Блин, тут на тебе. Такое. Так, ну ладно, давайте возьмем эту лампу. Она у нас. Пойдем наружу. Чего мы научились? Что я еще не готова стрелять. Нет, Крем. Мы научились, что, что бы мы ни делали, это опасно. Мы станем лучше, умнее и быстрее, верно? Хорошо. Так, ну что ж, замечательно. Лампу у нас. Видимо, он в карманы засунул. Суть, потому что в руки она не осталась. Но тут не пройти, да? Из-за него. Посмотрим, что тут еще может иметься интересного. Хотя, вроде как, больше ничего нет. Да, вроде бы это все. Ну что ж, окей. Это было довольно-таки опасно, на самом деле. Реально опасно. В принципе, в чем-то, конечно, Кристо права. Уложить трехходящих, миссу, смертная девочка эта, на самом деле. А, далеко не каждый раз может получиться. Ну, как будто не было, мы справились. Теперь давайте возвращаться обратно. Дедуля все еще на гитаре играет. Я нашел поверную лампу на вокзале. С ее помощью можно быстро цепить цистерну. Отлично. Я пойду с тобой погляжу. Ну, окей, пошли. Сейчас так поболтаем снова со всеми. Привет, девочки. Привет. Мы пытаемся плетнуть быть сами по себе, Клементина и я. Значит, ты берешь ее с собой в темное, заколоченное здание, чтобы поднять свою важность? Не совсем. Думаю, это хорошая идея, выяснить все самим, и что по чем. Но нужно быть умнее, понимаешь? Научи решать местность. Вы никогда не должны спарить вместе в одном направлении. Это нерационально. Держаться подальше от таких мест, как это здание. Особенно, если у вас нет более одного пути для отступления. И больше опасаться групп живых, чем мертвяков. Мы знаем об этом. Омид и я все еще живы, потому что нас двое, а не шесть, восемь или десять. Я не верю, что сила в численности. И тебе не стоит в это верить. Да, в принципе, она реально полезные вещи говорит. Точно, даже толковые советы. Но по поводу выживших мы их, правда, уже и так сами все знаем. Убедились на собственной шкуре, что называется. Так, ну окей. А с тобой дедушка не поговорить ни о чем? Нет. Пойдем тогда поднимемся. Может внутрь опять? Если можно, конечно, сейчас это сделать. А вроде как и нельзя. Ну ладно, черт и с ним. Давай с тобой наконец уберем эту цистерну и, собственно, пойдем наверх и посмотрим, что мы сможем сделать. Что-то подсказывает мне, что все не так просто на самом деле, что у нас еще не топить сейчас не получится. Но все уже стоит попытаться. Думаешь, это сработает? Чувак, ты режешь металл с помощью огня. Как это может не сработать? Ну что ж, окей, да, в принципе. Что верно, то верно. С одной стороны, конечно, не жаль этого парня. Он, в принципе, тоже всех потерял. Своих там, не знаю, и так далее. И столько всего пережил. Но, тем не менее, блин, сеткировать ресурсы. Жизненно важно отдавать их бандитам. А потом до конца врать, отпираться, что это не он. Из нее погибла ничего не поминная девушка. Вторая уехала, покинула группу. В общем, блин, конечно, все это очень жестоко. Да уж. Ну ладно, давайте попробуем отрезать. Надеюсь, что все прокатит. Смотри, как это работает, друзья. Дерьмо. В чем дело? Шланг протекает. Вырубай, чувак. Я не хочу, чтобы у меня брови подгорели. Мы начнем золотать эту протечку. Ну, в принципе, мы нашли изоленту, поэтому как раз сейчас золотаем сразу. Так что это не очень-то большая проблема. Надеюсь, продержится. Так, ну что? Попробуем еще раз. Охренительно. Смотри, как режет. Почти готово. Ой, жесть. Ого, спасибо. Без проблем, чувак. Эта штука держится на волоске. Небольшой порез, а она обрушится. Блин, смотрите-ка, реально. Ведь спас нас, по сути. Что, можно лампу ему отдать? Не знаю. Давайте лучше, наверное, раз сами. Попробуем. Не могу теперь дотянуться. А, вот оно что. Хорошо. Держи. Я не смогу дотянуться на ужин точке сцепа. Думаешь, я смогу? Нет. Но ты свечешь с края, я буду тебя держать. Да-да, держи крепче, чем ты возьми. Кхе-кхе. Да уж. Боже, ты настоящий сукин сын, ты-то знаешь. Откнись и начинай резать. Что там? Твою ж мать, смотри сколько там много их. Охренеть. Ребята, что-то приближается. Что за фигня? Там должно быть тысячи. Нам нужно уходить. Черт, Амит, режь, режь. Режу. Готово. Вытаскивай меня. Боже ж ты мой. Кенни, поехали. Скорее, скорее, скорее. О, блин, еще и огонь сейчас будет. Наверное, сейчас так. Дизьмо, что же нам теперь делать? Так, 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 так. Скорее, скорее. Что делать? Что делать? Прыгать на поезд? Что еще делать? Нет? Молиться Богу, чтобы это сработало. Сырень Господня. О, да. Надо прыгать. Что? Ну уж нет. Давай, Амит, другого способа спуститься нет точно. Ну же. Давай, пошел. Сейчас. Ах ты сволочь. О, черт. Вот это очень плохо. Это очень-очень плохо. Ну что же, блин, ну же. Беги. Давай, скорее, скорее, скорее. Кому помочь теперь, да? Опять. Либо одному, либо другому. Ах ты черт. Давайте, он ранен. Нет, ее, не меня. Криста, нет. Черт. Ты кусок дерьма, она же женщина. А за тебя это неизвестно? Ох. Ох. Малышка. Все хорошо, милый. Я в порядке. Фу. Получилось. Мы сделали правильный выбор, я думаю. Офигеть. Я гоню не пощем. Их было офигеть как много. Вы ранены? Нет. Мы в порядке. Говори за себя, у меня нога повреждена. Мы в порядке, Клементина. Мы в порядке. Ну вот же засранец-то, говорит. Мне нога повреждена. А так бы ты вообще умер, блин, если бы там осталось. Тебя просто сожрали, либо взорвали на части. Тысячи ходячих. И чем бы хорошим то не кончилось. Но, тем не менее, все самое страшное пока что позади, и мы продолжаем наше движение вперед. И все выжили. Все смогли уцелеть. Это очень хорошо. Да уж. Бедная девочка. Следующая остановка – Атлантика. Надо найти лодку Мы просто обязаны Найдем Ты будешь в порядке Ну, жить буду, по крайней мере Пока еще кровь по жилам Наставлю тебя с твоими мыслями Никогда не видел, чтобы она так хорошо спала Да ладно, рация? Что за... Не угадался, когда придешь в Саванну, Клементина Ты родитель вместе со мной Обязательно найди меня Неважно, хочет ли я этого или нет Теперь нужно... Твою мать Я думал, эта фигня сломана И я тоже Что ж Похоже, кто знает, куда мы едем Какого фига? Я не знаю Вряд ли мы обрадуемся этой встрече Да, вот так поворот получается Очень интересно Что же это такое, собственно В следующий раз Ходящие мертвецы Мы почти у реки Ты хочешь плыть на лодке Или хочешь ждать, пока ходящие придут? Нам нужно сконцентрироваться на поиске лодки Клем Как мы и говорили об этом в поезде Я не знаю, как долго он продержится Если с ногой станет еще хуже, то нам придется нести его Или оставить На твоем месте я покинул улицу сейчас Кто это, черт возьми? Отвечай мне Итак, когда ты хотел сказать мне про рацию Кто с тобой разговаривал? Вернись сюда, я убью тебя Слышишь? Я убью тебя Ходящие мертвецы Эпизод 4 За каждым углом Ну что ж, дорогие друзья Вот и все Еще один эпизод пройден А в следующем эпизоде нас ждет Я думаю, немало всяких интересных вещей Судя по тому, что мы видели по этому анонсу Было, конечно, круто Кто же говорил по рации с Клементиной Точнее, пытался седаться с Клементиной Но в итоге Вовремя рацию забрал Ли В принципе, у меня подозрение только одно И что тот парень с первого эпизода Помните, который ехал на машине Вроде как собирался найти своих друзей Ведь может это он Хотя, черт его знает Короче, нужно быть крайне осторожным Ну что ж, надеюсь, что вам понравилось До встречи в следующих сериях Спасибо большое за просмотр Не забывайте подписываться Ставить большие пальчики вверх Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok